Приветствую всех любителей акварели! Сегодня мы нарисуем небольшой простенький пейзаж для начинающих, но в то же время он будет довольно эффектным. Горный пейзаж с елками и озером. Для начала я смачиваю лист широкой кистью из козы и делаю очень бледную смесь голубого цвета для изображения неба. И добавим для разнообразия немножко бледно-бледно-розового еще оттеночка. Это у меня розовый хинокридон. Можете использовать розовый цвет краплак, например, у кого что есть. И намечаем линию гор. Пока бумага влажная, контур получается такой расплывчатый. Это мне не очень нравится. Я хочу сделать более четкий контур. Поэтому все-таки решила нанести вот этот первый слой и посмотреть, как нравится мне цвет или нет, с цветом определиться. Присоединяем тот же самый розовый оттенок. Это у нас будет линия тумана. Ну и сейчас настал тот самый идеальный момент, когда бумага подсохла, но еще остается немного влажной. Это такая тонкая грань, которую нужно чувствовать хорошо. И вот это вот ощущение, оно с опытом тоже появляется. Когда вы уже знаете, что вот осталось столько-то времени и нужно действовать очень быстро. Я рисую на баохонге сатин. И, конечно, вот недостаток этой бумаги, ее очень быстрое высыхание. Среднее зерно не так быстро сохнет. И пока болтала тут про бумагу, успела высветлить вершинку посередине. Для этого я вымыла кисть, вытирала ее об салфетку и чистой кистью прошлась несколько раз по вершине. Теперь приступаем к написанию зелени. Кстати, краску я заранее развела, потому что я хотела наносить ее именно влажным по влажному. И использую я для этого веерную кисть. Мне нравится, что такой кистью очень легко рисовать. Просто пара движений и уже создается какая-то интересная фактура. Вот эта кисточка у меня сделана из щетины и у нее такие очень твердые волоски. Мне кажется, это правильный такой вариант, потому что то, что я видела, продается в обычных магазинах, в Леонардо, например. Там какие-то очень мягкие волоски почему-то. Может, они какие-то разные, конечно, бывают, но вот такая вот упругая мне очень нравится. Теперь изобразим деревья на заднем плане. Они должны быть такими полупрозрачными, расплывчатыми. Если вы видите, что очень растекается сильно, тогда уберите часть краски с кисти, а в салфетку вытрите. И теперь после полного высыхания листа мы приступаем к самому интересному. Будем рисовать елочки. Можно сразу рисовать с вершинкой, а можно сначала ствол нарисовать и вокруг него уже веточки. Я использую кисть для каллиграфии. Мне, в принципе, нравятся вот эти кисточки. Я их на Алиэкспресс заказываю. Они идеально подходят для рисования тонких линий, каких-то мелких деталей и стоят совсем недорого. А первая кисть, это тоже у меня с Алиэкспресс. Понравилась тоже кисточка. Стоит копейки. И написано, что вроде как из шерсти кролика. Не знаю, никогда у меня не было такой кисточки. Но по ощущениям на козу похоже, но более упругая. Теперь нам надо изобразить воду. Вода это какие оттенки? Сине-зеленые обычно, да? Вот я сначала синий нанесла, потом более зеленый. Вот сейчас бумага в том же самом идеальном моменте, как мы с вами четкий контур гор рисовали. Поэтому я рисую тени, и они не сильно расплываются. Ну что такое вода у нас? Это не только отражение, это какая-то горизонтальная рябь может быть. Я решила ее зеленым цветом сделать. И также вертикальное отражение. Теперь надо посмотреть, нравится вам цвет воды, или вы хотите все-таки что-то изменить. Мне вот показалось, что я хочу потемнее ее сделать. И я развела немножко того же сине-зеленого. Оттенка. И широкой кистью нанесла цвет. И кое-где еще бликов добавила. Птички тоже немножко оживят картину. Теперь можно снять ленту и любоваться получившимся результатом. Надеюсь, вам было интересно со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...